Статья Уголовного кодекса 264-я, часть 1-я, так и гласит нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Таким образом, уголовное преследование наступает в том случае, если водитель уже был привлечен к административной ответственности за вождение в состояние опьянения или отказа от медицинского освидетельствования. А в Сочи таких фактов за прошлый год было 329. В этом году ситуация не лучше, уже составлено 11 материалов. Если первый раз санкция, выявилось это административное нарушение и нетрезвый водитель, к нему применилась санкция, лишение водительского удостоверения, штраф, но лицо повторно управляет транспортным средством, значит квалификация будет статья 264-я, часть 1-я. А это значит, по решению суда водитель может не только заплатить штраф или отправиться на принудительные работы, но и получить реальный срок лишения свободы до двух лет. И это уже судимость, которая станет клеймом на всю жизнь. Закон вступил в силу 1 июля, и вот за полгода возбуждено 36 уголовных дел в отношении лиц, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Из них 29 были направлены в суды, 7 находятся в производстве. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 17 человек. И судом применено наказание различного рода, штраф в размере 200 тысяч рублей по некоторым уголовным делам, и основная масса это 120, 200 и 380 часов обязательных работ. То есть на сегодняшний день, в связи с тем, что норма закона у нас свежая, новая и молодая, лишение свободы в качестве меры наказания по данным статьям судом пока еще не принималось. Ну, я думаю, что все граждане должны понимать, что лишение свободы это уже, как бы сказать, крайняя мера. Если водитель автомобиля, например, в Казахстане, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Киргизии привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде у себя на родине, то здесь за повторное задержание может попасть под уголовную статью, так же как водитель мопеда, управляющим в нетрезвом виде. Казалось бы, каждый водитель должен запомнить раз и навсегда, садиться за руль выпившим нельзя. Ведь такой поступок приводит не только к уголовной ответственности, но и нередко к гибели пешеходов. В прошлом году в ДТП только пострадало 45 детей, одного ребенка спасти не удалось. На брифинге также речь шла и о лишении водительских удостоверений лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа на сумму свыше 10 тысяч рублей. Гелена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.